Ой, молодец! Она до сих пор тут есть. На самом деле, хочу вам признаться. Пришло время для посылочки. Та-да-да-дин! Та-дам! Сука! Всем доброе утро! Моя хорошая, моя причесочка еще держится. Надеюсь. Не знаю, как я выгляжу тут. Утро у нас началось не очень хорошо. С того, что я Денечке собираюсь сделать бутерброд. Представляете, заказала в самокате в прошлый раз. Помните? Сыр российский, традиционный. Причем дата изготовления 26-10-21. А годин до 25-03. Я сейчас открываю его. Прикиньте, вот плесень. Он пахнет. Во-первых, я сначала плесень не увидела. Запах почувствовала. Думаю, что за запах странный. Потом смотрю, плесень уже. Неприятно, потому что я сыр заказала. Специально, чтобы бутерброд ребенку делать. Получается, что он у меня сейчас без сыра. Я звоню в самокат, поддержку. Говорю, так и так. Так и так. Я вижу, что у меня с сыром. Он посмотрел, там партия, там все дела. Типа, ну, это и приносим извинения. Типа, скидку на этот сыр. На стоимость этого сыра, я так поняла, при следующем заказе. Я говорю, мне нужен сыр, говорю. Можете мне привезти сыр? Просто другой. Типа, у них это не предусмотрено. Вот, и так далее. Я говорю, ну, тогда возврат. Ну, просто возврат денег тогда, я не знаю. Сказал, хорошо, возврат денег будет. Смотрите, там, это от вашего банка зависит. Там, пушеведомления и так далее. Я говорю, ну, проверьте. Я говорю, этот сыр. Потому что, возможно, там у них осталось еще 4 штуки на складе. Я говорю, возможно, такие все плохие уже внутри. Может, они как-то хранятся. Не очень хорошо. Ну, короче, сделал мне возврат. Я не знаю, деньги придут, не придут. Следить не очень удобно за всем этим делом. Ну, короче, неприятный момент, если честно. Я говорю, мне сыр оставить, показать вам. В следующий раз курьер приедет, отдать ему. Он такой, нет, выкинете. То есть, получается, они просто на слово верят. А дождь с цветом, видите, какой-то, блин. Он прям, блин. Он внутри прям видно плесень. Надо в следующий раз, я буду прям смотреть вот так вот. Видите, видно через пакет эту плесень. Если бы я внимательнее посмотрела бы, наверное, я бы сразу его как-то определила. Он там белые штучки. Короче, вот такой вот бывает момент. Ну, хорошо хоть возврат делать. Жалко, что без сыра только остались. Сегодня, кстати, у нас большие наполеоновские поланы. Мне нужно забрать большой заказ из Фаберли. Потом поехать за платьем, посмотреть платье, повыбирать. Может, что-то вам поснимали как раз с причесочкой. И платья будут красиво смотреться. Вот, в центре магазинчика есть интересные, с такими интересными платьями, необычными. А вот, и что еще? Стрижка. Наконец-таки я записала для нее на стрижку. И сегодня у них было там местечко. Я говорю, да-да-да, потому что я уже не могу. Я вот даже не знаю, как подстричь сейчас. Может, коротковато как-то. Но с другой стороны, не хочется коротковато. Хочется, чтобы у него наверху какой-то объемчик был. А с другой стороны, ну, волосы так быстро растут, как у всей нашей семьи. Ногти и волосы растут быстро. Может, покороче его, чего-нибудь сделать. Не знаю, чтобы помедленнее росло. Это вот так вот у него отросли волосы. А я и не могу времени найти на стрижку на эту. Вот, но сегодня мы подстрижемся. Кстати, в точке вкуса купила вот такое вот кокосовое... Ну, не молоко, а напиток здесь. Напиток на растительной основе. Кокосовое классическое. Но по составу тоже как бы как кокосовое молоко. Я его в чистом виде не пью. Я не знаю, как я раньше так любила кокосовое кофе с кокосовым молоком. Сейчас вот оно мне не заходит уже, надоело. Но мне очень нравится кокосовое молоко. Так как оно само, вот знаете, вот сахара в составе нет. Но оно само по себе сладенькое. И я его люблю добавлять там 50 на 50 или 30 процентов. Вот в обычное молоко. Сейчас у меня соевое закончилось. Я набираю половину обычного, половину вот этого. И он придает сладости. Я сахара и сахарозаменители не добавляю. И в то же время какой-то, ну, легкий аромат кокоса, а не чисто кокос. Классное, короче. И стоит 143 рубля вот это. Ну, я как всегда не угадываю с погодой вообще просто. Вот вчера было суперклассно. Я вчера оделась даже еще, мне кажется, тепловато. А сегодня, ну, я Даню хорошо, нормально одела как бы. А себе уже легкий, легкий костюмчик вот этот с Фоберлик. Ну, эта шубка мне показалась вчера тепленькая. Без шапки такая. Она шапку взяла с собой, но думаю, не буду, прическу портить. Все, выхожу, ветер уже так холодненько. Ну, что за погода. Дэнь, 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 все, садимся, пристегиваемся. На стрижку, опаздывай. Так, мы идем. Вот здесь находишься наш солом, капризуля. У него постоянно ходим. Пока Дэня нормально себя чувствует. Не капризничает. Так, что у нас тут открыто, нет? Нет, не открывается. Давай дверку открывай. Заходи, спасибо. Бежим, 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 опаздываем. Так, Дэнни пошел у нас встречу, посмотрите, как мы заросли. Что? Так, ты уже взрослый мужчина? Давай, я стою рядышком, ты стрижешься. Все хорошо. Да? Смотришь мультики, хорошо? Нет, так не надо делать, а то будут волосы, Дэнь. Ты чесаться будешь. Давай, потом, потом поиграем. Давай. Сейчас вот так не дергайся, ладно? Чтобы волосики все туда падали, хорошо? Хорошо. Хорошо. Короче, причесочку только, ну, короче, вот волосы быстро начали в глаза. Челочку покороче может. Ну, не сильно коротко, чтобы не было обрубыша. Все, смотри мультики. Не переживаю. Ой, молодец. Здесь у нас в Капризульке все для детей, смотрите. Игрушечки, мультики. Дэнька, он в первый раз вот так, не, не в первый, один раз как-то было, тоже он спокойно сидел. Взрослеет пацан. Мультики, сам машинку выбрал, говорит, в машинку пойду. Кресло красивое, все-все-все-все так красивенько, смотрите. Такие вот дела. Я спокойно, я спокойно наблюдаю за процессом. Ну, че, мы готовы уже практически. Ой, главное, чтобы я. Ой, какой красивый. Сейчас, подожди, Дэнь, стой, 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 в ручке убери. Подожди. Че ты там машешь пальчиками? Ты прям у меня как взросляк такой, прям с окантовкой. С окантовкой. Ты же первый раз у меня делала. Да, мы же не делали окантовку раньше, не давалось. Аккуратно, Дэнь. Все, я говорила. Ой, молодец. Дай пять. Теперь скажи поиграть, нам. Мать года впервые на Садовой в Макдональдсе. Че? А я тебе говорила, давай я сделаю. Нет, ты сам. И ко мне только пришла идея. Вот здесь неудобно, что и туалет на самом верху. А заказывают в самом низу. Здесь три этажа. Так, я только что пришла ко мне идея, что надо это в статусе в инстаграм поставить. Мать года, 2021, что я ступила. Это ж такое дело важное. Так, идем. Сейчас, кстати, с вами мы едем за платье. Будем выбирать. Посмотрю, что там представлено из платьев. Так, вкусно. Через везде. Не прохожу. Сейчас вижу. Парковка тут даже есть. Написала, говорю, у вас есть где припарковаться? В центре, на Садовой прям магазин находится. Тут же с парковкой вообще жестко. Так, вон заехали, припарковались. И вот теперь идем вот сюда, в красивый магазин. На Большой Садовой. О, называется Малина Бонита. Вау, вау. Пойдем, солнышко, пошли. Смотрите, какая красота. Вот это платье я пересмотрела. Ну, сейчас еще посмотрим. Тут новая коллекция пришла. Ой, подготовилась нарядная. Так, я выбрала, на самом деле, еще в инстаграме у них в аккаунте, я выбрала вот это платье. Они мне очень нравятся. У них 4 оттенка. Вообще, я сначала хотела красное. Потом девочка одна сказала, что, оказывается, год голубого тигра. И что-то голубое или белое. Но вообще бежевое вот красивое тоже платье. Здесь очень красивый разрез. И зеленое, даже мне вообще подходит цвет. Короче, сейчас я буду мерить, вам показывать. Вот, в инстаграме я просто сделаю. Первое красное, девочки, смотрите. Это то, что я изначально присмотрела. Оно, на самом деле, полностью расстегивается. Вот здесь вот расстегнули, застегнули. Это классно, что через голову не надо портить прическу. Как мне нравятся вот эти вот плечики завышенные. Единственное, что я сейчас померю побольше размер. Еще мне очень здесь нравится разрез. Та-дам, смотрите, какой он шикарный. Хочешь, его нет. А когда нужно, он, опа, и есть. И животик скрывает. Вот. Короче, платье мне это очень нравится. Сейчас я попробую еще эмочку померить. Потому что, возможно, это маловато. А мне, я что-то расту не по дням, по часам. Так, вот бежевая платьица. Уже меряю эмочку. Размер. Все-таки я эмка. Что я его бежевым называю? Это шампань. Шампань. Красивый очень цвет. Все, животик мой скрывает складочками. Какие красивые пуговички, посмотрите. В общем, бежевый вариант. Оно прямо на свадьбу сойдет. Та-дам! Зелененькие девочки. Ой. Ну, зеленый, да, зеленый это мое. Изумруд. Я люблю. И мне идет он очень. Губы поярче. И прямо изумруд это прям класс. Да. И не пачкается. Все, мой размер эмка, мы определились. Вот такое платье. Все, сейчас еще одно черненькое померю. И напишите в комментариях, какой вам больше понравилось на мне. Так, ну черная девочка, смотрите. Девочка, девочка, смотрите. Гороже, мне нравятся все цвета, реально. Вот я просто меряю каждый и понимаю, что вот хорошо было бы иметь в гардеробе вот такое платье всех цветов. Оно реально классное, очень мне нравится. Ну, в общем, черные. Классика, понятное дело. Самое классное, что платье это как выглядит новогодним таким, да, и в то же самое время можно его и вообще на любое событие, вплоть до повседневного какого-то интересного мероприятия на вечер, да, вечернее платье. Ну, достойное вообще, красивое. Ну, и что скажете? Пишите в комментариях, какой цвет вам понравился больше всего. Все, девочки, забираю свое платье. А какое? Пишите в комментариях. Ух, ну что, мои хорошие, выбрала я платье, все взяла. Ой, вон оно, оно мое, красивое лежит. Ждет праздника. У нее платье, на самом деле, очень крутое. Вот я смотрю, сразу оно у меня положило еще на, там, в профиле в инстаграме, я положила на него глаз. Только я на другой цвет положила, да, ну, потому что я уже объяснила, да, я думала, тигр, красное, огненное, что-то, плюс вот красного у меня платья и не было. Ну, вы поняли, короче, что уже не красное, да, ну давайте, три других варианта выбирайте. В общем, сказали, что нужно что-то спокойное, там, да, короче, я сейчас себе впечатление украду, да, а надо, чтобы вы хотя бы это, хотя бы в следующем влоге узнали, что за цвет, или в инстаграме узнали, что за цвет я выбрала, правильный ответ какой. Короче, я думаю, как сделать, наверное, в инстаграме сначала повыбирают, а потом, а потом будут угадывать, что выбрала я. Да, какой нравится сначала, а потом, что выбрала я. Короче, я хочу интригу, ну, как бы поиграть с вами интригу, только вот это же прикольненько, да. Вот, но платье, оно реально в себе сочетает все. То есть это платье неразвратное, но в то же самое время у него и декольте шикарное, да, то есть при случае можно выкатить с грудь, кто хочет. Что у меня раньше проблема такая была, да, что вот как-то, блин, найти красивый разрез на платье, чтобы при желании выкатить грудь, когда тебе это надо, чтобы было как бы, да. И не выглядело это вульгарно, да, вот как-то вот прям красиво эстетически. Разрезы, да, то есть тоже разрезы, такое дело, либо какой-то конкретный разрез, и все, ты видишь, там все вываливается. А здесь как бы разрез такой, ни хрена себе, но в то же самое время, как бы его и не видно, потому что там запах такой идет. Короче, очень круто. Когда ты садишься, конечно, у тебя ножки чуть-чуть оголяются, надо, блин, ноги привести в порядок, вообще надо себя в порядок привести. Да, надо тело свое в порядок привести, блин. Но представьте, тело не в порядке, на мой взгляд, сейчас тело не в порядке, но это платье ничего не выдает, просто ничего не выдает. Животик скрыло, ткань обалденная, просто, ну, прям, мне кажется, она не будет вообще портиться. Ткань такая, износостойкая, как говорится. Через голову одевать его не надо, надевать, одевать, злосчастное слово. Привили мне комплекс теперь, как я говорю, это слово. Короче, я не знаю, вот эти вот классные, эти, вот эти классные плечики мне очень нравятся. Цвет шикарный, который я выбрала, чуть-чуть не попалилась. Ну, в общем, мне интересно, большинство угадает или нет. Нет, ну, вы как бы можете писать в комментариях, какое вам больше понравилось, и как думаете, какое выбрала я. Потому что, видите, красное мы уже поняли, что я не выбрала, да. Но напишите, да, какое. Если вам красное понравилось больше всего, то пишите, что мне понравилось красное, но, кажется, ты выбрала вот такое-то. Вот так. Вот, короче, магазин очень красивый, шикарный. Прям просто заходишь туда, чувствуешь себя лакшери-дивой. И раньше, когда я была маленькая, я ходила, я, ну, как бы гуляла по Садовой. И мы раньше в такие магазины особо не заходили, когда совсем молодая была, да. Потом, когда я уже в Москве была, когда я уже так себя чувствовать в жизни, нормальненько более-менее стала, да. Как бы у меня всегда были деньги, вот как-то так, когда я стала на ноги, да. То есть уже такое не детство, а уже такая девушка, когда уже поняла, как я могу пользоваться своей внешностью, да, там, своими мозгами. Нет-нет, какие-то были же тогда, 17, 19, 25. Вот. И я помню, что тогда уже мне так нравилось на Садовой пойти в какой-то магазин и что-то себе купить. Потому что когда была маленькая, я всегда смотрела на эти магазины, витрины, думаю, блин, здесь, наверное, только олигархи одеваются. Ну, я даже слова такого не знала раньше о олигархи. Ну, типа, богатые. Богатые только одеваются там. Когда-нибудь я буду одеваться. Я помню, что первые, первые мои заработанные деньги, я пошла себе купила очки. Дорогие, они стоили там 10 или 12 тысяч, боже мой, это сумасшедшие деньги для очков. Тогда были. Сейчас как бы это тоже не дешевые очки, да, но тогда это были вообще сумасшедшие. Еще вот на Садовой в магазине. Чего мне так фигачит этот, я не пойму. Все, выключила. Вентилятор просто фигачит и фигачит. Я не пойму, как его выключить. Не разобралась еще тут до конца в машине. Вот. И, короче, помню, что в Эстель Адони, Адони, как правильно, Адони, Эстель Адони я всегда называла, заходила, тоже там все белье присматривала. В итоге там, ну, я в Москве, на Тверской, на огромной улице, на Новый год покупала себе белье очень красивое, целый комплект. Вот, оно на витрине стояло, дикая орхидея. У меня до сих пор это белье есть. Оно уже даже маленькое на меня. Не, ну, оно нормальное, красивое. И вообще один раз, один или два раза одела, наверное, за свою жизнь. Вот. И вот, пожалуйста, тоже. Ну, я потом уже ходила, конечно, в магазины на Садовой улице. Вот эта Садовая улица у нас, да, и вот они. У нас сейчас другие магазины. Эстель А, вон, Эстель. О, смотрите, вспомнила. Вот она, Эстель Адони. Она до сих пор тут есть. Этому магазину 300 тысяч лет уже тут. Ну, и, короче говоря, вот такие вот были мечты. Вот. Ну, вот сейчас тоже в магазинчике было. Очень красиво, очень круто. Все сделано со вкусом. Это, кстати, платья, наряды отшивают в Новосибирске. Это наша компания, наш бренд. Малина Бонита называется. Вот. Ну, за качеством они следят очень хорошо. Крошки мои, на самом деле, хочу вам признаться. Я поправилась. Я очень сильно поправилась. Ну, мне кажется, что очень сильно. Мне кажется, только после беременности я такая была. Ем, ем. Я даже на весы не становлюсь, честно говоря. Ну, вроде так в зеркало смотрю, вроде норм. Была на фотосессии, там было мне такое обтягивающее платье. И, короче, я увидела себя со стороны. Офигеть. Я поправилась, у меня поправилось все везде. Руки, бока, спина, ноги конкретно. Я не могу остановиться и жрать. Точнее, у меня, может, мотивашки какой-то нет, блин. К лету, да, ты начинаешь там уже, потому что ты раздеваешься. А вот сейчас зимой вообще еще объемные вещи. Так вкусненько поесть хочется. Вот я сейчас встала 2 часа ночи. Данька спит уже давно. А я встала и хочу вот поесть, посмотреть сериал. Надо спортом заниматься. Вот что надо. В принципе, я вроде... Ну, хотя сейчас еще перед днями я очень много ем. Я прям за двоих ем, мне кажется. Ну, короче, да, я поправилась. Так что не нам не говоришь, что я беременная или еще что-то. Да, я уже начинаю прикалывать. Вот, в Инстаграме просто много пишут. Ты беременная, беременная. Просто уже вот так я поправилась, что не втянуть живот даже. Такая вот беда-беденушка у меня. Честно говоря, я никогда об этом сильно не парилась. Вот в моей голове нет такого, я поправилась, и у меня комплекс сразу какой-то. Ну, как бы, я поправилась. Да, вот если девчонки, там, может, кто парится, как бы, да, может быть, как-то поможет мой взгляд на это все. Ну, поправилась. Ну, да, но я знаю, что я могу похудеть. Вот взяться и похудеть, когда мне это надо. У меня прям сразу желания нет кушать ничего, или кушать только полезное, заниматься спортом. Я укусила. Как-то не знаю, но и поправилась, и поправилась. Ничего страшного. Моему любимому нравится, когда попа побольше вообще. Так что... Я по этому поводу не комплексую, но когда я иду на фотосессию, то меня это немного парит, потому что, ну, в фотографии хочется красивой, да, как минимум, чтобы ты умела втянуть живот, так как ты его уже не можешь втянуть. Ну, это уже какой-то траблец. В общем, мне кажется, я уже буду задумываться об этом. Хотя вот платье недавно меряла. А, в этом же влоге платье. Вроде нормально выгляжу. Ну, то есть нормально, то есть я в платье не толстое. И живот даже как-то и скрадывает. Все нормально. Но по-хорошему вообще надо скинуть килограмм пять. В идеале. Может, опять на марафончик записаться. Короче, сейчас доем бутербродик еще один. Выпью чай. Смотрю сериал. Пойду спать. Завтра, если дело не будет, подумаю об этом. Сказала. Короче, я заметила, что я поправилась. Но меня пока что это сильно не парит. Как только это будет меня сильно парить, просто месяц, и я все нахрен скину. Не, эти ребята явно ходят за мной по пятам. Я сюда пришла, я и они пришли. Денька там один спит в спальне. Надо его охранять. Пришли меня охранять. Всем доброе утро. Деня сейчас сам себе будет варить пельмешки. Да, День? Взял кастрюльку. Все, хватит водички. Выключай. Правда. Отсюда? Да. Ставь. Молодец. Теперь я. Ты хочешь включить? Да. Так, смотри. Значит, вот это печка у нас. Только ты без мамы не включай. Бери, кушай пока бананчик. Хорошо. Крышку надо взять, День. Достань крышку. Надо накрыть, чтобы быстрее закипело. Где у нас крышка тут? Крышка в мойке. День, вот она. На, накрой крышкой. Не достаешь, да? Ну ладно, надо накрой. Все, любимые пельмешки Денины с маслом. С телятиной готовы. Девочки, пришло время для посылочки супер-пуперской. Посмотрите, как мне запаковали. Здесь костюмы. Один мне костюм, один Денни костюм. Смотрите, как красиво. Блин, они прищепочкой прищепили. Костюмы отшиваются у нас по размерам. Вообще, в Ростове магазин, представляете? Мне так нравится этот цветочек. Мне теперь хочется его так сохранить, красиво куда-то повесить. Блин, спасибо за эту красоту. Как упаковано все. Милка, пришла уже. Ты посмотри. Первый Денни, девочки. Костюмчик. Костюмы мягкие, с начесом. Ух ты, какая классная штука отшитая. 116, 122. Я взяла размер специально на побольше, чтобы нам было. Ой, смотрите, какие отстрочки классные. Все мягкое, все с начесиком. Вообще супер. Цвет красивый. Он, знаете, такой зеленый, но очень такой мягкий зеленый. И вот такая вот толстовочка. Шик вообще. Очень круто. Очень. Красота. Ну, сразу видно, ручная отшивка. С любовью делали. Та-да-да-динь, тадам. Света чуть-чуть дать, что ли. Уже приехал курьер, так как сегодня такой супер-пупер день. Ай, он даже сегодня нормальный. Я резкая, вообще резкая. Доброго дня, доброго утра. Я сегодня доброго утра не желала. Сегодня воскресный день. 12-е, 12-е, 21-е года. Сегодня день рождения у моего любимого мужчины. И у нашего папочки. И сегодня 7 лет, как мы вместе в гармоничных отношениях. Я заказала сейчас суши, шампанское. Открою и буду в прямом эфире. Я уже сделала анонс. Через полтора часа у меня прямой эфир, а пока я снимаю видео. Вот. И, короче, бегу, курьер идет. Вот такая и резкая. Так, приехали роллы мои. Все, сейчас я немножечко перекушу. И уже в холодильник поставила шампанское. Меньше, чем через час будет прямой эфир. И поболтаю с девочками. Дела, конечно, сегодня не поделала. Все по списку. Но оказывается, что не все было супер важно сегодня. В общем, последний выходной день. Хочется более-менее спокойно провести. Ну, а завтра уже начнем работать. Да, тем более такой день. Ну, не надо прям сильно перетруждаться. Все, приятного аппетита. Ой, мои хорошие. Выпекла я два бокала вина. Провела прямой эфир двухчасовой. Вот так вот он. Короче говоря, все вышло. Сейчас надо чуть-чуть прибрать. Ой, я еще заказала доставку самокат. Там заказала чуть-чуть сыра. Яблок, шоколадку вот такую гречишную. Белый шоколад гречишный. Вкусненькая, кстати. Тоненькая. 100 рублей стоит. Здесь 120 килокалорий. Подождите, а грамм 20. 20 грамм 100 рублей стоит. Прикиньте. Это же гречишный белый шоколад. Ручной работы. В технологии Bean to Bar. Bean to Bar. Очень дорого. Вот все что-то ручной работы. Натуралочка. Все очень дорого. Вот такие дела. Ладно, все. Будем потихонечку ко сну готовиться. Завтра же понедельник. Завтра у меня маникюрчик. Завтра у меня что у меня? У меня завтра дофига всего. У меня что-то расписан день. А, еще у меня завтра уроки английского. Школу тут нашла интересную. Вот. Короче, уроки английского завтра. Что еще? Короче, еще что-то. Я даже, когда записываю себе все в календарь, я даже не слежу. Просто не думаю об этом. Подумаю завтра, в понедельник. Вот встану утром, открою календарь, вспомню все, что мне нужно. А сегодня не думаю об этом. Все, пошла я, короче, готовиться к сну. Убираться, отдыхать, умываться. Такие дела. Пока. Ой, крошечки мои, уложила дыньку. Сама не могу я уснуть, пока я прям вот не посмотрю сериальчик. Сейчас начала смотреть новый сериал. Называется «Непрощенная». Блин, не помню, как актрису зовут. Ну, посмотрите, если что. Такая, такой нос у нее, она такая темненькая. Короче, прикольные у нее роли, на самом деле. Очень много фильмов, я смотрела у нее и комедийные, и такие драматические роли. А вообще, я себе сделала чай и пошла Дэнни укладывать. Ну, все, конечно, она у меня холодная уже. Я сейчас хочу с вкусняшками поесть чаю. Кстати, сегодня провела прямой эфир, и я была в платье обтягивающем черном, в прямом эфире. И я там хожу туда-сюда, и на себя со стороны смотрю. Вот это платье меня стройнит. Я в нем вообще не кажусь толстой. Ну, полной. Но не в форме. Вот, поэтому... Поэтому я вот это вот и ем. Это просто невозможно, да? Это только первая серия. Первая. Непрощенная. Очень, очень трогательный фильм про «Розастры». Это первая серия. Я в шоке. Что будет дальше со мной? Сука. Я давно так не плакала. Он просто выжимает все слезы. Все выжимает. Может, это не сериал, это просто фильм. Потому что уже как будто конец. Да, это фильм. Это жесть вообще. Я реально так давно не плакала. Такие струны глубокие. Вообще просто. Просто. Сильный. Фильм сильный. Непрощенный. Рекомендую. Рекомендую.